Креовоздействие Температура может быть разной Которая вызывает повреждения клеток Второй эффект Который связан с повреждением Это вторичный Он связан с гибелью клеток В результате ишемии Апоптоза И в дальнейшем Развитию воспаления Что интересного Из интересного Мы знаем, что Есть первые два этапа Но насчет третьего этапа И четвертого этапа Я имею ввиду апоптоз И воспаление Мы знаем пока мало В первую очередь Мы говорим о повреждении Некрозе в центре введения аппликатора Формированию Некротических масс Второй момент Это важный момент Который связан с воздействием И наличием циклов оттаивания Заморозки Типа ткани Это очень важные моменты Например, жировая ткань И ткань легких Имеют разную проводимость В отличие, допустим, от тканей Которые содержат Большее количество воды И после вазоконстрикции Вазодилатация последующая И в дальнейшем формирование Микротромбов Третий момент Это апоптоз Апоптоз связан Как и с ишемией Которая возникает Вследствие вазоконстрикции Так и в дальнейшем Воздействии иммунных клеток Иммунная реакция Которая возникает В воздействии При воздействии Холодовом Связана с развитием Двух механизмов Первый механизм Это механизм Связанный с Апоптозом То есть мы видим Что клетки В первую очередь Дендритные клетки Связываются С Скажем так Разрушенными Или клетками Находящимися в повреждении И в дальнейшем Может возникнуть А может не возникнуть Иммунный ответ Это Скажем Тот механизм Который требует Более детального рассмотрения Поговорим Далее Некроз Связан как раз С эффектом Стимуляции Так как разрушенные Части клеток В частности Мембраны Это антигены Сохраненные Это ДНК Это Собственно Все белки Которые образуются В результате Криоповреждения Они являются Антигенами Стимулирующими Иммунный ответ Про это уже говорили Не раз Но в чем Особенность При сравнении Допустим С повреждением Которое возникает При температуре В том Что мы знаем Возникает Скажем так Денатурация белка Разрушение Мембран Клеток Разрушение Калагенового Каркаса И стромы В отличии от Воздействия Связанного с холодом Это важный момент По двум пунктам Первый момент Это лучшая Регенерация При криовоздействии Сохранение Строма органов И второй момент Формирование Более плотного Более плотной Структуры тканей Которая позволяет Нам Удалить Этот очаг Полнее Следующий этап Мы говорим О апоптозе Почему апоптоз Может не вызывать Стимуляции Иммунного ответа Это связано С содержимым Клетки Которая подвергается Апоптозу В частности Иммунные Сигналы Которые Высвобождаются То есть Молекулы Которые высвобождаются Из клетки Они Ингибируют Ответ Т-клеток И Это тот момент Который Невозможно Предугадать То есть В каждой опухоли У каждого пациента Может преобладать Или иммунная Стимуляция Иммунного ответа Либо Наоборот Угнетение Иммунного ответа Четких механизмов Формирования Ответа При апоптозе До сих пор Не выявлено Какие Моменты Патолог Использует При оценке Креовоздействия В первую очередь Это Объем Ткани В остаточной Опухоли То есть Сколько Жизнеспособной Дистрофической Опухоли Осталось В результате Креовоздействия Второй момент Это Объем Непосредственно Некроза То есть Мы оцениваем Количество Некротических Клеток В очаге В процентах Обычно Это делается В процентах И визуально Кроме того Мы можем оценить Методическую Активность Это пролиферация И воспалительную Перифокальную Инфильтрацию Эти все Моменты Очень важны С точки зрения Оценки Именно Эффективности Иногда Патолог Не всегда Точно Может сказать Насколько Точно Он может Оценить Некроз Это может Повлиять На Течение Допустим Исследования Или формирование Мнения О методе Морфологическая Картина Некроза Выглядит Довольно-таки Однородно Это Эзенофильные Розовые Массы Вместе Воздействия Креоаппликатора Причем Перифокально Мы видим Участки Сохраненной Ткани И В дальнейшем В этой области Будет формироваться Воспалительный Вал Если посмотреть Допустим На Морфологию Опухоли Это Плоскоклеточный Рак Легкого Воздействие Произведено Около Трех часов После Кре Воздействия Мы видим Гомогенные Розовые Массы Некроза И Сохраненные По периферии Опухолевые Клетки Если Рассмотреть Более Прицельно Мы увидим Воспалительный Инфильтрат Это Гранулоциты Это Лимфоциты То есть Вместе Вот он Некроз И Вот это Все Лейкоцитарный Вал Интересно Другое Что Этот Лейкоцитарный Вал Он Довольно-таки Негомогенен В него Входят Различные Компоненты Клеток В частности Это клетки Которые Обладают Иммуностимулирующим Действием И наоборот Супрессивным Действием Одно из исследований Опубликованное В 2016 году Показало Очень интересную Картину При Четыре Разных Группы Красным Обозначена Криогруппа И они Сравнили Инфильтрацию Иммунных Клеток В очаге Воздействия Буквально Через 12 часов После воздействия И в дальнейшем На протяжении 28 дней Мы видим Что На первом Графике Обозначена Криогруппа Красным Это падение Количества Иммуносупрессивных Клеток То есть Тех клеток В очаге Опухоли Которые Подавляют Иммунный Ответ И для примера Количество Клеток CD3 CD8 Положительных И CD3 CD4 Положительных Они Количество Растет С Увеличением Времени Наблюдения В очаге Опухоли Следующий Интересный Момент Который Мы можем Увидеть Как морфологи Это Что возникает С сосудами Здесь конечно Не очень хорошо Видно Но тем не менее Вот это вот сосуд В котором возникает Большое количество Микротромбов И Эти сосуды В них В первую очередь Нарушается Эндотелиальная Выстилка И Формирование Микротромбов Происходит Буквально Через 3-4 часа После Креовоздействия Следующий Момент Длительное Наблюдение На седьмые Сутки Показывает Увеличение Зоны Некроза За счет В первую очередь Клеток Которые Располагаются По периферии Очага Некроза То есть Последующая Ишемия И Развитие Апоптоза Ведут К некрозу И Следующий Этап Важный Который Оценивает Морфолог Это Площадь В одной из работ Было Показано Что Количество И Площадь Опухолевых Опухоли Непосредственно В легких Оценивается По Клеточной Плотности Плотности Опухолевых Клеток Непосредственно В ткани То есть Еще один момент Мы можем Измерить Количество Опухолевых Клеток Непосредственно В очаге Который Подвергся Воздействию Следующий Момент Мы можем Оценить Более точно Прецизионно Количество И Некроза В ткани И Количество Апоптоза В ткани С помощью Методов Цифровой Патологии Это Позволяет Нам Более точно Высказаться О Количестве Пораженной Ткани Без Субъективного Мнения Патолога Кроме Того Существуют Иммуногистохимические Молекулярные Методы Которые Мы И можем Использовать В своей Практике В частности Это И Определение Белков Связанных С Апоптозом Это БАКС БСЛ2 БСЛ6 ПРО И Антиапоптатических Белков Которые Также Позволяют Нам Оценить Возможность И Механизмы Развития Апоптоза В Перифокально В Очаге Воздействия Регенерация Которая Возникает После Креовоздействия Она Называется Субстутивной Это связано С тем Что Возникает Неполная Регенерация То есть Очаг Некроза Замещается Не своей Тканью А замещается Именно Тканью Связанной С Синтезом Соединительной Ткани Это Фибробласты В основном Играют Роль Собственно Если мы Посмотрим Вот здесь То Вот это Гомогенные Розовые Массы Имеют Упорядоченное Расположение То есть Спустя Месяц Несколько Месяцев В зависимости От типа Ткани От типа Опухоли От воздействия Креовоздействия Которое Было Произведено В этом Очаге Развивается Соединительная Ткань На месте Непроза Спасибо У меня Все Владимир Завораживающий Доклад Очень Интересные Данные Скажите Пожалуйста Вот есть Такое Мнение Среди Многих Врачей Которые Не Занимаются Креохирургией Что Гистологическое Исследование Препаратов При Креодеструкции Невозможно Ну Не знаю Почему Такое Мнение Складывается Вообще Морфологическое Исследование Возможно Особенно Если Выполнять Его Соответствие С Рекомендациями Которые Существуют В том числе В нашем Центре В первую Очередь Необходимо Оценивать Весь Объем Не только Пораженной Опухолевой Ткани Но и Рядом Расположенной Макроскопически Визуально Нормальной Ткани Тогда Мы можем Оценить Непосредственное Воздействие Не только На Опухоль Но и Моменты Связанные С ишемией Вазоконстрикцией Это возможно Еще один Вопрос Иммуногенные Свойства Опухоли Ведь Мы их Исследуем На замороженных Препаратах Да Иммуногистохимические Реакции Иммуногистохимические Реакции Нет Это Это фиксированные Уже в формолине Ткань Которая Подверглась Креовоздействию Вот И Почему Иммуногистохимия Работает Допустим В отличие От Термовоздействия Температурного Высокотемпературного Потому что Кре Она сохраняет Антигены Это самое важное То есть По сути При воздействии Креовоздействия Мы Иммунизируем Сами себя То есть Если так Это можно сказать То есть То количество Антигенов Которое Сохраняется В ткани Опухоли Позволяет Нашим Т-клеткам Обучаться Дендритным Клеткам Обучаться Просто момент Это равновесие Которое Мы Должны Найти Мы Не знаем Где Это Равновесие И Как Его Склонить Поэтому Использование Иммунотерапии Спасибо 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 Пожалуйста Если есть еще вопросы Охотно Спасибо Тогда Края Этой Этой Опухоли Серьезная Деструкция Опухоли Мы Можем Больше Антигенов Сохранить Потому При высокой Температуре Происходит Лучше Что это Знать Когда у вас Есть Задержка Отсрочка Деструкции Клеток То это Может Привести И К Иммунотолерантности Вместо Иммуностимуляции В периферийной зоне В периферийной зоне Вы показали Что Что Если Клетки Не разрушаются Немедленно То у вас Может быть Сохранение Антигенов Которые Можут Привести В свою очередь К Иммунотолерантности Со временем Но это будет Зависеть От Циклов Будет Зависеть От Типа Опухоли От Количества Циклов Потому что Разные Опухоли Имеют Разную Микросреду И Разные Условия Для Апоптоза Поэтому Надо Все проверять И мы Можем Это Проверять Пожалуйста Илья Александрович Пожалуйста Патоморфологическим исследованием материала Зоны клеовоздействия Если я правильно понял То одной из характеристик является Процент Жизнеспособных клеток И этот процент Меняется со временем В зависимости от того На какие сутки Мы производим Исследования Так вот В зависимости от того Какую мы картину видим На определенные сутки В чисто клиническом плане Можем ли мы говорить О вероятности Рецидива Подобной Опухоли То есть Если мы На какие-то сутки Видим Такое-то количество Жизнеспособных клеток В этом В зоне клеовоздействия То Вероятность рецидива Допустим Будет Досока И вообще Мы говорим О вероятности Рецидива Когда мы видим Жизнеспособные клетки На определенных сутках В зоне клеовоздействия Конечно Если мы видим Жизнеспособные клетки И их довольно-таки Большое количество Я не знаю Какое должно быть количество Чтобы говорить О рецидиве Но если они существуют То рецидив возможен В другой момент Зона апоптоза Которая возникает Перифокально То есть Возле зоны некроза Клетки в апоптозе Они могут Становиться Жизнеспособными Они могут не погибать То есть Апоптоз Он Скажем так Это первичная Адаптация Клетки То есть Они могут выйти Из апоптоза Как ни странно И Вот этот Пул клеток Который в апоптозе Он может служить Источником Рецидива Вот Какое количество Этих клеток И как их оценить Мы можем Морфологически Да Но Насколько это Клинически Имеет значение Я не знаю Сколько процентов Должно быть Того и другого Что бы Вот интересный факт Вы же выражаете Количество Жизнеспособных клеток В процентах И как этот процент Потом Возьмосвязан С вероятностью Рецидива Вот Вот этот вопрос Больше К клиническому Онкологу Потому что Я не имею Данных о Выживаемости И у нас Не такой большой Скажем так Объем Чтобы Проследить это Спасибо большое Я думаю Что вы Чаще Должны общаться Каждый день По поводу Каждого пациента Вы знаете Редко Мы обсуждаем Эти вопросы Потому что На лету В коридоре Иногда Просто нет времени Поговорить всерьез Продолжение следует...